Оставили мошенников с носом. Почти миллион рублей едва не стал добычей телефонных аферистов. Эту сумму 65-летняя сотовкарка долгое время откладывала себе на старость. В одночасье могла их потерять, если бы в ситуацию вовремя не вмешалась бдительная работница салона сотовой связи, куда пенсионерка пришла перевести деньги. Неравнодушную девушку лично поблагодарил главный столичный полицейский. С героиней встретился Антон Булаев. Примерно так начинают свой разговор телефонные аферисты под видом сотрудников службы безопасности банка. Якобы к ним поступила тревожная информация, что счет их клиента находится под угрозой взлома или на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Затем испуганному человеку предлагают простой способ решения проблемы. В конце ноября по такой схеме чуть не обманули стывкарскую пенсионерку. Мошенники убедили пожилую женщину, что только она может помочь полицейским поймать злоумышленников и установить их криминальные связи в банковской сфере. Для этого ей нужно перевести сбережения 940 тысяч рублей на якобы безопасный счет. Расшла женщина в салон пожилого возраста, обратилась ко мне непосредственно. Нужно было ей пополнить банковский счет, на карту положить. То есть я у нее спросила, куда будете ложить. Она сказала себе, нужен был номер карты продиктовать, и что она сразу насторожила. Она как бы на бумажке написала, и бумажку мне не дала. То есть велась очень подозрительно, боялась, как будто чего-то такая, в общем, на панике. За каждый денежный перевод в салоне Анна получает определенный процент. Но почуяв неладное, девушка сослалась на перезагрузку компьютерной программы и попросила клиентку немного подождать. Сама отошла в сторону и позвонила в полицию. Нехорошее предчувствие сотрудницу салона сотовой связи не подвело. Оказалось, пожилая женщина стала жертвой коварного обмана телефонных аферистов. Она разговаривала с мужчиной, который сообщил, что в отношении нее совершаются преступления. Уточнил, какие денежные средства у нее находятся на счетах. Ну, соответственно, где женщина все рассказала. Деньги на счетах находились в долларах. Ей было посоветовано перевезти в рубли, потом, соответственно, снять эти денежные средства и деньги через терминал перевезти на тот или иной счет. Прибывшие полицейские не смогли сразу образумить пенсионерку, которая искренне поверила в легенду мошенников. Пожилая женщина, действуя по указке звонившего афериста, пыталась даже скрыться. Только после того, как страж порядка выхватил у нее трубку, потерпевшая словно очнулась. Начальник столичного управления полиции Ильдар Хуснудинов лично поблагодарил спасительницу доверчивой дамы за ее активную гражданскую позицию. Анечка, хочу вам огромное спасибо сказать. Наверное, от граждан больше, чем от сотрудников полиции. Мы вас должны все-таки поблагодарить, отметить за вашу гражданскую позицию, за ваше участие. Огромное вам спасибо. Наше благодарственное письмо от увода Сыктывкара. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Анна Савинская вовремя не обратилась в полицию. По факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Впрочем, эта история с хорошим концом, к сожалению, одна из немногих. В этом году жители Сыктывкара более 1300 раз переводили на счета аферистов внушительные суммы, причем нередко вгоняя себя в кабалу, поскольку похищенные деньги оказались кредитными.